КЭК и КАИП. Что это такое и как ими пользоваться? В понедельник председатель избирательной комиссии Ивановской области презентовала два современных комплекса, которые можно будет встретить 18 марта на избирательных участках региона. Это комплекс для обработки бюллетеней. Избиратель приносит лист с отметкой напротив фамилии кандидата. По одному бюллетеню опускается он и сканирует только по одному бюллетеню. Там предусмотрено голосовое сопровождение этого процесса. Если бюллетень избиратель положил лицевой стороной вверх, либо в сложенном виде, то КАИП подскажет о том, что его нужно развернуть другой стороной вниз. После восьми вечера в КАИП отправится и бюллетень из переносных ящиков, а затем комплекс выдаст уже готовый протокол с QR-кодом. Быстро и никакого подсчета по старинке. Вручную. Такими машинами будут оснащены 63 участка Ивановской области. А вот комплексы для электронного голосования и вовсе исключают использование бюллетеней. Избиратель получит карточку со штрих-кодом. Карточка эта уникальна, никаких повторных действий кто-либо другой с ней произвести не может. Перед тем, как отдать свой голос, можно получить информацию о кандидатах. Можно в отношении всех кандидатов ознакомиться с этой информацией, возвращаясь сюда. И, соответственно, отдавая свой голос, путем нажатия, как спрашивает, запершить заполнение бюллетеней, мы говорим «да». После этого он еще раз высвечивает уже фамилию кандидата, за которого избиратель отдал свой голос, и предлагает закончить процедуру голосования. Мы говорим «да». Вот здесь вот на печатной ленте с этой стороны для избирателей выводится информация, за кого отдал голос. Комплекс предлагает сравнить свой выбор на экране и бумажной ленте и подтвердить это. Такие комплексы установлены на 38 участках Ивановской области. В дополнение к КЭГам идут и тренажеры. Так что прежде чем приступить к волеизъявлению, можно будет потренироваться. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново. Денис Денисов, РТВ Иваново.